День с толком День с толком Перевалили за 2000. Общее число заболевших коронавирусом в Алтайском крае – 2066 человек. За минувшие сутки в регионе зарегистрировали 81 случай инфицирования COVID-19. Большинство заражений приходится на Барнаул. На сегодняшний день 17 жителей края находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Еще 55 пациентов переносят COVID-19 в тяжелой форме. Карта коронавируса в Алтайском крае сегодня выглядит так. 1037 инфицированных выявлено в Барнауле. На втором месте антирейтинг «Газмейногорский район». Там 254 случая. В Бийске – 138 человек. В Рубцовске – 85. В Новоалтайске – 58 ковидных пациентов. Закрывать Барнаул на карантин не планируют, несмотря на то, что столица края является лидером по ежедневному приросту больных коронавирусом. Такой необходимости нет, заявил сегодня губернатор Виктор Томенко на онлайн-пресс-конференции. На возникшие в городе очаги заболеваемости, по его словам, адекватно реагируют. Да и в целом число ежедневно подтвержденных больных в крае в последние дни находится приблизительно на одном уровне – от 70 до 80 человек. И если так называемый коэффициент распространения будет снижаться, ограничительные меры начнут ослаблять. «Если мы сегодня даже опустимся на уровень хотя бы 65-67 человек устойчиво, то это нам позволит коэффициент иметь ниже единицы. А значит, хотя бы к первому этапу мер по снижению всех ограничений уже перейти». Решение по ослаблению мер может быть принято уже в ближайшую пятницу на заседании оперативного штаба региона. Говорить сегодня об открытии веранд-кафе на свежем воздухе и тем более спортивных залов пока рано, уверен губернатор. В Бийском районе прошел спонтанный митинг у здания ЦРБ. Жителей возмутило, что медучреждения собираются закрыть и организовать там ковидный госпиталь. Врачи якобы уже попросили с вещами на выход. Главврач больницы, который был назначен в конце мая, повторил, провел встречу с персоналом, а также ответил на волнующий многих вопрос. Что будет с медучреждением? Не имею права закрыть больнику. В масках, но без соблюдения социальной дистанции. Больше ста человека, а в основном это люди пожилого возраста, пришли к зданию ЦРБ, чтобы высказаться против закрытия единственного в районе медучреждения и организации здесь ковидного госпиталя. Бийская ЦРБ – это больница, включающая в себя комплекс отделений, поликлинику и стационар. За последние несколько лет в больнице был сделан ремонт в рамках программы 70 на 70, проведена оптимизация, привлечены новые специалисты в рамках федеральной программы «Земской доктор». Совсем недавно сделали ремонт в детском отделении. На территории Бийского района проживает более 32 тысячи человек. Это Бийский район. И всего одна районная больница, оснащенная необходимым оборудованием. О том, что центральную районную больницу в селе Первомайское намерены полностью закрыть, а персонал оставить без работы, в районе заговорили еще в конце мая. Народ держит неведение, все слухи, мы слышим отмоз. Все только слухи. Нам сказали так, нам сказали это по факту, потом узнаем, закрыли одно отделение, закрыли второе отделение, третье. Все врачи разбежались, в конце концов, лечить-то кто здесь будет людей? 7 тысяч населения. Экстренная и неотложная медицинская помощь, как заявляет главный врач, жителям Бийского района будет оказываться при любых обстоятельствах. В случае открытия госпиталя, амбулаторный прием будет проводиться на площадке инфекционного стационара. Никаких кадровых изменений тоже не предвидится. Прорабатывается вопрос, куда перенести поликлинику. Планируем мы организацию этой помощи тоже здесь на базе инфекционного стационара, который в данный момент не имеет пациентов. И там можно организовать амбулаторный прием. Первый этаж административного корпуса для размещения дополнительно детского отделения и так далее. Для того, чтобы организовать помощь населению района в полном объеме, который необходим в рамках амбулаторно-поликлинической службы. На Бийскую зону пока работает единственный ковидный госпиталь. Он находится в Наукограде на базе второй городской больницы. Заполнен он на треть. Острой необходимости расширять число коек пока нет, но это только пока. Однако нужно быть готовыми к развитию любой ситуации, поясняют в региональном министерстве здравоохранения. В крае уже есть пример того, как в экстренном порядке готовили рубцовскую ЦРБ под ковидный госпиталь. Чтобы такая ситуация больше не повторилась, в Минздраве работают на опережение. Сейчас в районе официально зафиксировано 9 случаев заражения новой коронавирусной инфекции. И главное, чтобы после сегодняшнего собрания эта цифра не стала больше. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. День с толком. И вновь в центре внимания. Уже второй раз за неделю Центр охраны материнства и детства попадает в новостные ленты. Вслед за скандальной темой реорганизации отделения травматологии и ортопедии, стало известно, что бывшего завхоза медучреждения осудили за взятку. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета Края, еще в мае прошлого года завхоз медцентра стал посредником и передал взятку в размере 54 тысяч рублей начальнику хозяйственного отдела больницы. Последний за эти деньги должен был принять решение и выбрать две барнаульские фирмы в качестве единственных поставщиков технологического оборудования для медцентра. Без соблюдения процедуры закупок. Учитывая, что свою вину экс-завхоз признал, суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно. Также ему придется выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей. В Змейногорске начали бурить новую скважину. Она появится в микрорайоне Янтарны, где уже несколько недель подряд перебои с водой. Перебои, по словам граждан, регулярно возникают и в других частях Змейногорска. Чаще всего нет воды днем. В жаркий сезон ее потребление возрастает в разы. Для устранения проблемы в восьми городских скважинах обследовали или заменили насосы. Подключили еще одно резервное сооружение. Для нуждающихся подвозят воду. Это сообщают в региональном Минстрое. По словам же депутата Гордумы Виктора Бабенкова, все эти меры не решают проблему в целом. Система водоснабжения давно изношена. А коммуникация минимум 40 лет. Их нужно срочно менять. Змейногорцы уже настолько устали, что, рассказывая о проблеме, не могут сдержать слез. И тем не менее, Алтайская гидрогеологическая экспедиция уже обследует водозаборную площадку, чтобы определить подземные запасы воды. Ведь масштаб бедствия планируют оценить краевые власти. Руководитель Минстроя Иван Гилев возглавил рабочую группу, которая завтра направляется в Змейногорск. Что касается новой скважины, ее обещают пробурить до 15 июня. За падение закупочных цен на молоко в регионе теперь ответственны три стороны. Владельцы личных подсобных хозяйств, сами закупщики и главы поселений. Такое соглашение приняли власти края. Предотвратит ли это снижение цен и как новшества приняли мелкие молочники, знает Анастасия Дороган. Круговорот молока в хозяйстве. Еще не выливают, но и не продают. Спустя две недели забастовки у людей горы молока, сметаны и обещания от властей разных ведомств решить проблему. Вот такой ответ получили в Волчихинском районе. Снижение закупочных цен нарушением не является и контролировать цены власть не вправе. Когда в мае закупочная цена на молоко упала до 15 рублей за литр, люди стали бить тревогу. Но цена сейчас еще ниже – 14. Вот оно, мое вчерашнее молоко вечерешнее. Обрат пошел сегодня свиньям, собаки, а вот на дворах. Не утонуть молочной проблеме призвано решение кривых властей о трехсторонней ответственности за стоимость сырого молока. Участники – владельцы личных подсобных хозяйств, закупщики молока и главы поселений. Данные документы отражают взаимные долгосрочные интересы сторон по цене, качеству и объемам поставок, а также создают правовое поле в вопросах реализации излишков сельхозпродукции у населения края. Администрация района должна быть ведущей в организации сбыта сельхозпродукции в своих поселениях и осуществлять регулирование взаимодействия между сдатчиками молока и закупщиками. Правда, действенность такой меры пока многие не понимают. И в теории такой документ будет помогать в судах при спорных ситуациях, например, при падении закупочной цены. Правда, в рамках соглашения ее еще нужно будет утвердить со всеми тремя сторонами. И вот здесь начнется самое интересное. На основании чего будет формироваться эта стоимость и чей голос будет решающим, возможно, все это пропишут в соглашении. Оно должно появиться в ближайшее время. Анастасия Драган, День с толком. Сотни новоселов в Барнауле негодуют. Они не подозревали, что приобретя квартиры в новом квартале, окажутся в эпицентре нескольких свалок. Мусорная проблема, по словам людей, не просто приносит неудобства, она угрожает здоровью. В теме разбиралась Валентина Аскерова. Жители дома по северному Власихинскому проезду 116 заселились в новые квартиры меньше полугода назад. А уже через пару месяцев переезде разочаровались. Вместо красивой прогулочной зоны получили сплошную свалку. Строительный мусор сюда вываливают камазами. Деревья, новостройка, вроде бы все хорошо, но опуская взгляд вниз, наблюдаем свалку, просто городская свалка, мини-городская свалка, куда приезжают, наверное, все, кому не лень. И их понять можно, потому что вроде бы как и окраина города, и никаких опознавательных знаков. Чуть ветер посильнее, и мусор залетает в окна. Недавно на прилегающую к дому парковку рухнула металлическая арматура. Пострадало разом пять автомобилей. Жильцы опасаются, что в любой момент могут пострадать и они. Гулять и страшно, и неприятно, мусор повсюду. Вот, пожалуйста, с левой стороны свозят весь мусор сюда. Бетон сливают, не знаю, остатки или как. То есть на протяжении всей дороги. Там внутри тоже не понять какая-то мусорка. Пакеты, вот, пожалуйста, мусорные. Я не знаю, откуда они здесь, кто их бросает, кто их сваливает. Навести порядок жители нескольких новостроек пытались через районную администрацию и городскую мэрию. Писали обращения и жалобы в онлайн-приемную. Ответ пришел только из района. Это просто отписка. Просто отписка, что нет, и образно говоря, что да, это наша земля, город. То есть признает, слава богу, хозяин нашелся. Но когда это все убираться будет, и будет ли, и в этом ли году, держитесь, называется. О том, когда устранят свалку, в ответе жильцам ни слова. Нам срок прописали, но он довольно размытый. Согласно утвержденных планов по ликвидации несанкционированных свалок, в текущем году планируется за бюджетные средства ликвидировать свалку, расположенную напротив дома по проезду Северному Власихинскому 116 через улицу Власихинскую. Рядом с благоустроенными домами еще и долгострой. Строительный мусор летит из него, прямо на детскую площадку и в окна жильцов. Вся помойка на нашей площадке, пенопласт полетел, весь мусор со стройки. Долгострой принадлежит строителям компании «Инвестиции в будущее». Свечка огорожена забором, который дышит на ладан и не справляется с мусорными потоками. Чтобы мусором все тут загажено, такого же нет. Материалы возят, я вам говорю, привезли мешки, как бы их использовали. Где-то лежат, придавлены вот такой ураган, раз они разлетелись, но это сразу идут и все подбежает. Окружающие дома-свалки еще и периодически горят. Люди задыхаются от удушливой вони и боятся за свое здоровье. Несмотря на то, что мы живем на окраине города, мы все равно же люди. В любом случае. И жить на свалке никому не понравится. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Саженцы, высаженные в Барнольском парке изумрудные, засохли. Об этом в гневной манере в местном интернет-сообществе сообщили жители краевой столицы. Насколько справедливы народные претензии, выяснял Илья Кочетков. Ну вот, груша, которая засохла. Ну, как говорится, отрицательный результат тоже результат. Так что делаем выводы. Семь из восьми груш засохли, почернели. Руководитель краевого фонда имущества, управляющий парком изумрудный Владислав Вакаев, поясняет, озеленить этот участок около месяца назад взялась одна из организаций. Она же самостоятельно выбрала породу деревьев – грушу. Увы, груша оказалась слишком прихотливой. Вакаев говорит, во многом это полезный опыт, который подтверждает, нужно прибегать к местным алтайским породам. Так высаженные в другом месте сосны отлично прижились и уже подросли на несколько сантиметров. На другой упрек горожан, почему вместо заявленных семи десятков с лишним саженцев, в реальности лишь половина, управляющий парком объясняет, по ходу высадки пришлось скорректировать планы. «Были планы больше посадить и готовы были предоставить больше деревьев, но мы сознательно попросили этого не делать, потому что задача все-таки подготовить территорию к высадке, чтобы, в первую очередь, выкорчевать пни, потому что посадить дерево просто, а потом мы не сможем загнать технику для того, чтобы выкорчевать какой-то тяжелый пень. Поэтому мы, несмотря на рвение людей сажать деревья, мы попросили пока в тестовом режиме попробуем вот эти деревья, посмотрим, как это все растет, как это приживается». Озеленять парк на бюджетные средства начнут ближе к осени. К этому времени обещают разработать детальный план посадок. Где будут хвойные, где кустарник, где наилучшее место для лиственных. Высаживать планируют в основном крупные деревья. Правда, не все горожане, кажется, хотят, чтобы парк снова стал зеленым и уютным. «Пока одни барнаульцы проявляют гражданскую сознательность и внимательно следят за жизнью парка, другие ему вредят. Вот здесь еще недавно росла себе, приживалась молоденькая яблонька. И все, кто-то выкопал. Выкопал здесь и еще в паре мест неподалеку». Пресекать действия вандалов. Скоро будет охрана. Она должна появиться в парке до конца лета. Еще из планируемых изменений – прокладка водопровода. Сейчас воду для полива деревьев приходится привозить в бочках с ближайшей водокачки. Что же до комплексного благоустройства, то Вакаев заверил, несмотря на экономическую ситуацию, он рассчитывает сделать в этом году обещанное ранее освещение и велобеговую дорожку. Илья Кочетков, Александр Антропов. День с толком. Группа вандалов разгромила площадь мира в Барнауле. Найдены ли хулиганы и когда место отдыха станет снова радовать глаз горожан в сюжете Никиты Ермакова. Вообще цветов нет. Они все цветами были. На площадь мира напали вандалы. Неизвестные сломали кованые деревья и даже мирную лавочку. Зачем-то решили переместить необычное для нее место – ближайший фонтан. Жители негодуют. Зачем нужно было разрушать одно из красивейших мест отдыха горожан? Здесь нравится, да, удобно, хорошо. Олейка всегда чистая, хорошо сделана. Силу хулиганам, судя по всему, девать некуда. Клумбы основательно раскурочены, сваренные металлические конструкции выломаны, провода вырваны с корнем. Устоять получилось только Стелли героям социалистического труда. А это такая красота. У нас сколько здесь праздников. Осенью праздник цветов, Новый год. Все здесь. И все с удовольствием сидят, бабки, детки. Ну и мы тоже. Мы тоже сидим тут. Так что наказывать надо серьезно. И не выпускать это дело. У нас хулиганьи, они вон как распустились. На реконструкцию этого объекта в 2018-м потратили 14 миллионов рублей. После действий вандалов мир наводить на площади мира снова встанет в копеечку. В настоящее время в правоохранительные органы заявления направлено. Ведется оценка нанесенного ущерба. Восстановление все-таки планируется, наверное, за счет тех лиц, которые нанесли данный ущерб. Я еще раз скажу, что это будет определено после выявления данных лиц. Но остаются открытыми вопросы. Найдут ли виновников как скоро, а главное, смогут ли с них взыскать средства. По слухам, беспредельничала группа школьников. Но подозреваемых пока ищут. Наверное, чтобы поломать пару деревьев, перенести тяжелую лавочку фонтана и оборвать цветы на клумбе, у злоумышленников на это потребовалось немало времени. Но их не увидели ни камеры администрации, ни даже в пункте полиции, которые находятся через дорогу. Никита Ермаков, Илья Халяпин. День с толком. Скоро детвора Барнаульского микрорайона «Поток» сможет погонять мяч на профессиональном поле. Уже в конце июня в сквере «Химиков» Октябрьского района города появится новая спортивная площадка для мини-футбола. Сквер «Химиков» – это рядом с одноименным домом культуры. В 60-е и 70-е годы прошлого века культурное сердце нового, молодого тогда района «Поток». Увы, в 90-е это место было заброшено, и лишь пять лет назад его начали благоустраивать. Появились скамейки, освещение, детская площадка. Местные жители, а их ежедневно здесь бывает по нескольку тысяч, довольны. Маленькие ребятишки у меня, внуки, прилетают с севера, гуляют здесь. Для них это вообще блаженство. А население сюда ходит. Вот коронавирус был, были лавки пустые все. Сейчас немножко приспустили, и бабушки сидят, молодежь сидит, занимаются тренировками. Ну, в общем-то, здорово. Игровую площадку в июне 2016-го открывали торжественно, устроили настоящий праздник. Именно в тот день здесь впервые прозвучала идея о строительстве еще и площадки спортивной, с полем для мини-футбола. Хотя подобие стадиона здесь было, вот только вместо безопасного покрытия утоптанная трава. Тогдашнюю идею поддержали две внебюджетные организации. Фонд депутата Государственной Думы Александра Прокопьева и фонд Героя России депутата Государственной Думы Владимира Шаманова, защитники Отечества. Курирует строительство Артем Шамков, председатель попечительского совета защитников Отечества. Между нашими фондами заключен договор о сотрудничестве. Данный проект показывает, насколько плодотворно может быть сотрудничество между общественными и коммерческими организациями на благо и благоустройство нашего города и нашего района. Артем Шамков уверен, что поле точно не будет пустовать. Дворовые тренеры и их воспитанники уже планируют здесь заниматься, как, например, Алеша Степанов. Я живу вот прямо тут недалеко и мне приходится ездить на стадион в РЗ. Но так как тут сделают очень скоро уже стадион, мне уже не надо будет никуда ездить, я смогу пешком уже сюда ходить. Я уже очень жду, когда смогу пробежаться по этому полю. Говорят, оно будет очень хорошим. Подрядчик, а занимается объектом компания «Красный Кит», построившая не один подобный объект, уверяет, поле будет самым современным. Сейчас идет укладка многослойного основания с дренажом, чтобы уходила вода. В ближайшие дни строители установят бордюры и приступят к укладке искусственного газона. Искусственный газон засыпается тоже кварцевым песком, искусственным гранулятом, чтобы все травмобезопасно. Ограждение четырехметровое по торцам, по длинным сторонам двухметровое, мячики, чтобы не улетали далеко. Посвещение будет с четырех сторон, все это дело освещаться, что можно будет и в позднее время, даже в темное время суток заниматься, здесь какие-то соревнования, что-то проводить. Затем установят трибуны на 50 зрителей и даже раздевалку для спортсменов. Открыть стадион планируют уже к первому июля. И как только ограничительный мир отменят, здесь обязательно состоится большой спортивный праздник. Елена Кузовкина, Илья Кочетков, Андрей Печоркин. День с толком. А на этом у меня все. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok